эмоции их сложно выразить словами улыбка души незабываемые эмоции полет на планере это полет души вообще не передаваем мне просто нравится это чувство когда отрываешься от земли полетим полетим что такое полет на планере ну это эмоции это эмоция потому что ты себя чувствуешь птицей кто-то хочет почувствовать птицы приходите к нам вы себя почувствуйте птицы планер без мотора пилот нужно всегда понимать какой будет его следующий шаг куда он прилетит и и делать четкий расчет ручка отцеплена как раз то есть тут пристегнут трос и когда необходима высота уже набрана инструктор сам это сделает что еще ну собственно сама ручка можешь и собственно управляет элеронами и там гажом вверх-вниз и плюс педали все управление всегда и происходит синхронно лавер может лететь только со снижением мы отцепились когда он будет показывать снижение прибор один-два метра в секунду как только он начнет показывать набор значит дальше восходящем потоке мы находимся становимся в спираль набираем высоту видела все и москву видела и солнечногорск и москву сети видно отсюда непривычно что человек может ощущать движение воздуха она сама попробовала я дал полностью управление говорю от себя на себя то есть она почувствовала да мне уже под этим махиной управлять да получилось немножко и педаль добавляем да и так да а а а а а а а а а спасибо большое незабываемые эмоции думаю в ближайшем будущем повторим Мы особое внимание уделяем привлечению людей на ознакомительные полеты Решили первый раз попробовать именно на планере Очень понравилось, здорово, конечно Если спросить у прохожего, просто для такой статистики Что такое планер, и процентов, наверное, 70 населения Думаю, будут даже путаться, что это такое Многие будут говорить, что это дельтаплан, параплан и все что угодно Поэтому, когда люди приезжают, они знакомятся, во-первых, что такое планер, как он летает Что у него таки нету мотора, он летает без мотора И особо заинтересованные говорят, а можно еще раз? А потом говорят, а научиться можно? Мы располагаем инструкторами, базой и занимаемся обучением Процентов 10-15 людей остаются на обучении Многие полетали, да, нравится, многие приезжают там по несколько раз за лето Но в основном все, кто остался, доходят до самостоятельного вылета И заканчивают первый год обучения Из этой массы людей, которые закончили первый год обучения Остается 50%, которые продолжают спортивные полеты Выходят на полеты по маршруту Из этой массы 50% кто остался, процентов 20 переходят в спортсмены Которые достигают там уже уровня первого разряда, КМС, мастера У нас каждый год порядка 30-40 человек летают самостоятельно Членов клуба у нас порядка 200 человек Давно было такое желание полетать на именно планере Потому что вообще понять, что это такое Как летательный аппарат тяжелее воздуха держится в воздухе без двигателя Это очень интересно Вот сегодня я полетал на планере Первый раз в жизни И это, конечно, ощущения очень классные Я считаю, что без этого пилот не может состояться Тот момент, когда самолет тащит за собой Вытаскивает планер на нужную высоту Это такой процесс, к которому нужно привыкнуть То есть нужно приноровиться С первого раза нормально не получается Ну, скажем так, это один, наверное, из самых трудных моментов управления планером Здесь, получается, планеристы, они такие продвинутые люди Они должны сразу, как только ты сел в планер, начал учиться Начал летать на буксире У тебя уже фактически полет за ведущим Я родилась и выросла в Центральной Азии, в городе Ташкенте У нас были рядом горы, звездное небо Просто с детства всегда тянуло Хотелось летать, хотелось, наверное, чего-то необычного Поняла, что я хочу заниматься только этим Никакая другая работа меня не привлекает так, как привлекает именно небо Я не вижу смысла без полетов, без постоянного совершенствования навыков своих Без освоения каких-то новых типов Да просто без полетов, без аэродрома, без людей, которые здесь находятся Мне кажется, именно малая авиация здесь такой царит дружелюбный И все хотят поделиться своим опытом То есть можно просто приехать на аэродром, да, без полетов Ты все равно чему-то научишься и пообщаешься с замечательными людьми Светы на первом самостоятельном полете на Лекарте Сейчас поздравим Всегда уверен в своих учениках Но, тем не менее, легкое чувство ответственности, тревоги Потому что человек летит впервые Хотя вроде бы все проходили Но такая легкая тревога Ну, а когда человек вылетает самостоятельно Чувствуешь облегчение И небольшую такую радость Что помог еще одному человеку осуществить мечту Самостоятельно летать Дальше мы продолжаем также по программе Самостоятельные круги Налетывается, нарабатывается техника пилотирования Самостоятельного пилотирования Переходим на полеты на штопор Отработка штопора Точно так же самостоятельные полеты на штопор И, собственно, заканчивается контрольными полетами Первая программа обучения Дальше следующий этап Обучение человека парению Нахождению потоков Как их обрабатывать и так далее Собственно, для чего мы летаем на планере По степени сложности Это идет свободный полет Самое простое Потом буксир А потом взлет Вот и самая сложная посадка Вот так По очереди, по очереди Все достигнем, глядишь Сейчас будем увеличивать время на буксире Я буду отдавать все раньше и раньше управление Начиная Сначала Я отдавала на высоте метров 300 А потом я буду где-то в районе первого разворота Буксировочного И потом, наконец, мы перейдем к тому Что я сначала разбегу Отдаю управление Вы сами взлетаете Осваивается взлет То есть, ну и дальше будем тренироваться Что у нас там осталось Осталось кое-что Вот видите, у нас впереди обручка Оно далеко Мы до него не дотянем А левее, если не успеют перестать работать То мы имеем шанс под ними набрать высоту И летать подольше Полетим? Полетим Получилось отработать Полет в зоне Выдерживание высоты Выдерживание скорости По капоту горизонту Вот, как-то так Ну и заход Заход на посадку отработали Я пилот Я закончил летное училище В Сасово Сасовское летное училище Гражданской авиации Ну и решил Заодно освоить планер Свобода полетов Это умение Ну, я думаю Рано или поздно Я устроюсь пилотом в авиакомпанию И навык полета без двигателя Это очень большое подспорье Те, кто увлекается всерьез планеризмом Начинают мыслить более глобально Слетать на планере Вот туда Вот туда Вот мы с этого аэродрома Летали маршруты до 750 километров Можете представить, да? Быть пилотом большого самолета Это всегда В первую очередь Все-таки работа Это расписание Это регламентированность работы От начала и до конца Потому что все-таки За спиной Когда у тебя 200 человек Ответственность совсем другая Здесь же Ну, можно сказать Как противовес Противоположность Здесь все-таки Это полеты для души Полеты ради полета Здесь совсем другая романтика Романтика полевых аэродромов Вот этой травы Этих цикад Этого Ну, широкого неба Можно и так сказать В планере Особенно, когда ты летишь Один на один с небом Это вызывает Немножко другие эмоции Немножко другие ощущения Это во-первых Ну, а во-вторых Конечно, это Романтика безмоторного полета То есть Когда у тебя начинает получаться Ловить первые потоки Когда ты вместо того Чтобы снижаться Набираешь высоту И набираешь ее активно И ты понимаешь Что у тебя получается И, блин И ты без мотора Можешь летать В принципе Столько, сколько тебе угодно Ну, это тоже Это вызывает Совершенно Другого Порядка эмоций Сам Сам Уху Ты ловишь Ветер Своими руками Конечно же Это восторг Это вот То самое Забытое Уже на больших лайнерах Чувство Какой-то Детской радости От первых Самостоятельных полетов Когда тебе доверяют Когда ты летишь Сам один на один И ты Готов обнять Всех и вся Самостоятельно летать Это всегда волнительно Даже несмотря на Семь с половиной тысяч Часов за спиной Каждый раз Когда летишь На планере Самостоятельно Всегда есть легкая дрожь Я проанализировал Достижения многих летчиков Которые там Летчики-испытатели Летчики, которые достигли Чего-то в гражданской авиации В военной авиации Большинство Они закончили В свое время В детстве Юношеские планерные школы И я начал пытаться Создать Эту школу У нас В России Но законодательная база Не позволяла То есть с окончанием Советского Союза Эти школы умерли Я понял, что Необходимо Создавать Дисциплину Через Федерацию Планерного спорта И утверждение Этой дисциплины Министерстве спорта Собственно, что было сделано И появилась Дисциплина Класс начальной Это как основа Для того, чтобы Создать Планерную школу Мы купили планер ЛАГ-16 Детский специальный планер На базе УАЗика Сделали лебедку Которая тянет трос И начали еще На другом аэродроме Мы начали первые полеты Кто начинал летать Закончили уже Летные училища И работают Гражданской авиацией Каждые две недели Мы набираем группу До 20 человек Не больше Шутки здесь все кончаются Не школа И не тренажер Первые четыре дня Это идет усиленная Теоретическая подготовка Которая захватывает Аэродинамику Конструкцию планера И организацию полетов Далее идет тренаж Обязательная По действиям По посадке в планер По обслуживанию планера На земле Ну а дальше Программа идет Пробежки После освоения пробежек Под леты Пристегнулся, да? Да И сегодня я привез сына Для того, чтобы показать ему Что такое планер Что такое авиация С точки зрения изучения Конструкции самолета Основ аэродинамики И так далее То есть вот Всего того Чему их будут За эти две недели обучать Я считаю, что авиация Это одна из Областей Деятельности человека Который очень хорошо Его развивает Особенно это касается детей И на вопрос А почему ты хочешь Ну, чтобы я брал тебя с собой На полеты и в самолет Он мне ответил Я люблю летать Я себя вспоминаю Потому что я сам 45 лет Был точно таким же Точно так же учился В московской планерной школе И потом поступил После этого В летное училище Стал профессиональным летчиком Ну, скажем, я туда Как-то в детство Возвращаюсь Вспоминаю свое Своё детство, скажем так И на самом деле Ее надо работать любить Когда любишь Так вроде как интересно Просто интересно работать Сейчас я более научился рулёжке Это довольно сложно Но это очень круто Когда ты понимаешь Что у тебя получается Когда у тебя опускается нос И ты можешь сильнее контролировать планер Что даёт планерная школа детям? В первую очередь Это ответственность Они начинают понимать Что это не аттракцион Что это не тренажёр Здесь ребёнок понимает Что всё в его руках После нашей школы То есть обратная связь от родителей такая Что дети лучше занимаются в школе То есть сразу там Физика, математика Физкультура подтягиваются В прошлом году к нам приехал парень Который при слову физики Кривился от кислоредьки А в этом году он приехал Говорит А я победитель олимпиады Говорит По физике Говорит Вот я там Выиграл олимпиаду Я рассказывал Про подъёмную силу К сожалению Таких постоянно действующих школ У нас всего три В России Это вот у нас Новосибирск и Калининград Благодаря созданию новой дисциплины Появляются ещё многие школы Находится УАЗик Делается переделка Задний мост Отключается Туда подключается бесконечный трос Растягивается старт В принципе это всё не промышленная производство Это всё сделано своими руками Кому интересно Обращайся Всё в бесплатной форме Покажем, расскажем Если есть чертежи дадим Ещё раз говорю Это не факт Что человек приходит сюда С этой мечтой Но попробовав Полёт на планере Пробежку Подлёт на планере Первоначальное обучение Он открывает себе Новый мир Получается первый подлёт Очень понравилось Ведь это какие-то новые ощущения И так далее То есть Подлетел И начал задумываться О будущей профессии Ну да Сегодня был так Первый подлёт Это было захватывающе очень Да Немного было страшно Но потом Когда ты уже разобрался Как в полёте Ты себе действуешь То это уже становится Намного легче Прею слово Диме Этот подлёт Стоит того Подлетел Это не передать словами Да То есть Это новые ощущения Новые впечатления Ну Это супер Меня привезли Посадили Показали Первая пробежка Ветер в лицо Меня это заинтересовало Дальше уже Немножко более высокий уровень Подлёты Полёты Потом познакомилась С Сергеем Васильевичем Он предоставляет возможность Ну как бы Подростковому поколению Осваивать небо Нам дают возможность Самим зарабатывать На свои собственные полёты Мы работаем в ангаре Мы работаем В принципе По всему аэродрому Что нужно сделать У нас есть своя небольшая команда волонтёров Мы помогаем Что скажут То и делаем И Получается Летаем За те самые часы Которые сами себе наработали Плюс к этому Они ещё изучают Конструкцию И самолёта И планера То есть это готовые уже Просто готовые Конструктора Которые знают всё Как устроено внутри И это люди Которые уже придут в отрасль Со знаниями С пониманием Как это летает Как это работает Само по себе небо Оно же удивительно Ты взлетаешь У тебя Дикая высота Потом у тебя скорость Ты видишь потрясающие виды Которые никогда Никто не увидит с земли Потому что Это птичий полёт Ты понимаешь Что небо Это что-то твоё Совершенно спокойное Особенно когда летишь один Никого нет Тебя никто не трогает У тебя небо У тебя прекрасные виды Романтика Ты летишь и понимаешь Что да Это меня успокаивает Это моя стихия Полёт на планере Это осязание красоты Это вид сверху Нашей земли Это шум ветра в крыльях То есть Ты в планере летишь И там нет мотора Вибраций Скользишь по воздуху И только слышишь Этот свист крыльев Чем больше скорость Тем больше свист Человек который Наблюдает Ту красоту Он и к жизни Относится по-другому Более творческий И более с интересом Поэтому Я думаю Многие приезжают У нас же летают Кто хочешь Но каждому человеку Эти полёты Дают Какую-то внутреннюю энергию Что позволяет Работать Достигать Чего-то В своей жизни В работе Поэтому полёт На планере Это полёт души Полёт на планере Это Экстрим Для начала Для любого Человека Который первый раз Хочет сесть в планер Это Сто процентов Потные ладошки Потому что Ты садишься Ты взлетаешь Ты осваиваешь Что-то новое Уже Как бы Ты летишь На высоте Даже если ты не боишься Высоты По-любому Это что-то интересное Для меня Это куча эмоций Постоянных эмоций Они не пропадают Никогда Я всегда сажусь И поднимаюсь С неба С улыбкой душей Здесь очень приятно Потому что Здесь есть И кафе И удобство И гостиница Ну то есть На самом деле Ощущение такое Что хочется сюда приезжать Вот конкретно Если говорить Про аэродром Щёкино На аэродроме Щёкино Я летаю Полноценно неделю Я сюда приехала В воскресенье И поселилась здесь Как раз таки Чтобы отлетать программу Аэродром просто замечательный Люди здесь Очень веселые Отзывчивые Планы на планер Большие Все зависит Только от желания И финансовых возможностей Но хочу очень двигаться В этом направлении Аэродром Щёкино Это прекрасное место С прекрасной командой Здесь прекрасное начальство Которое дает возможности Молодому поколению И я думаю Что в принципе Каждый человек Который хочет Увидеть себя в небе Может приезжать сюда И учиться чему-то новому Которое дает Продолжение следует...